У вас просыпается самокритик, который просто неумолимо вас топчет. Платить больше не значит, что и качество будет лучше. И так все мы и погружаемся в медиакратию, в посредственность. Моя боль, наверное, насколько мы все плохо понимаем цифры. Всем привет! Наступает эта пора года, когда мы подводим итоги уходящего года и строим планы на наступающий. И я хочу поделиться с вами своими уроками, которые я для себя вынесла в 2020 году. Поэтому видео несколько другого формата, и я тоже просто сижу по-домашнему. Это будет противоречивое видео. Возможно, многим оно не понравится, и там будет масса дизлайков. Возможно. Но меня это не волнует, потому что я просто хочу поделиться своими взглядами, как оно есть. И если мои уроки будут вам полезны, если они дадут вам ту пищу для ума, которая сделает вашу жизнь более качественной, даже если это будет через отрицание, через негодование, тем не менее, тогда это видео было записано не зря. Так что усаживайтесь поудобней и вступайте со мной в диалог. Если у вас остаются вопросы, есть завечания, выражайте своё мнение в комментариях, и я с удовольствием вас выслушаю. А пока заслушайте меня. Первый урок, который я для себя вынесла в этом году, я бы назвала так. По-русски я бы перевела это как нельзя платить за заботу, чтобы люди заботились. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. В этом году я в основном работала над своим проектом. И когда, возможно, у вас была такая возможность в жизни, или вы готовитесь к тому, чтобы работать над своим проектом, заниматься своим делом, где вы сам себе начальник, вы понимаете, насколько иначе вы выкладываетесь, вы это видите, да? Вы больше проявляете заботу, больше внимательности, больше отдаёте себя вашему проекту, вашему делу, потому что для вас это важно, это ваше. И когда вы растёте, или вам надо скооперироваться с другими людьми, чтобы ваше дело росло, вы нанимаете работников, или у вас там есть свои коллеги, вы видите разницу в отношении, насколько вы выкладываетесь, и насколько иначе ведут себя наёмные работники. И в этом нет ничего удивительного. Это ваше дело, вы выкладываетесь на стол. Вы не можете ожидать, что другие люди, наёмные работники, будут также волноваться, переживать, и с таким же усердием, как вы, работать над вашим проектом. Но, тем не менее, что я поняла в этом году, что деньги не равняются качеству работы. Я работала с исполнителями, которые имели достаточно низкие расценки, я работала с исполнителями, которые имели высокие расценки, по сравнению со среднерыночными. И мне казалось, что если я плачу больше, я и получаю лучшее качество. Но на выходе, что я заметила, к сожалению, что не всё так просто. Платить больше не значит, что и качество будет лучше. Качество работы зависит не только от опыта и навыков, но и от профессиональной этики. Насколько человек даёт себе отчёт, что да, я работаю за деньги, но это обмен. Я получаю деньги, отдаю своё время и свой опыт, свои навыки. И, к сожалению, в этом году проект, которым я занималась, и про который я расскажу где-то после февраля, имел проблему текучести кадров. И это, конечно же, влияет на качество любого дела. Всегда лучше избегать, насколько это возможно, текучесть кадров. Но, к сожалению, мне так вышло, что было много исполнителей разных. И поэтому этот урок я для себя вывела, что если у человека нет внутренней профессиональной этики, или если у человека нет своих каких-то внутренних стимулов, мотивации, деньгами её создать нельзя. Или у человека это есть, или у него этого нет. Если вы думаете начинать своё дело, или если вы работаете, наверняка вы тогда урок уже знаете, будьте внимательны, с кем вы работаете. Не все люди готовы отдавать себя даже на 50%. А если вы тот человек, которого нанимают, будьте с собой честны, насколько вам важен проект. Если он вам совсем не важен, лучше и не браться, потому что результат будет посредственным. А посредственный результат — это ваше посредственное портфолио. А посредственное портфолио — это будущие проекты, такие же посредственные. И так все мы и погружаемся в медиакратию. Посредственность. Если вам посредственность неинтересна, надо выкладываться на 100%. Следующий урок, который важен, мне кажется, любому человеку усвоить, рано или поздно в этой жизни, а желательно рано, чем поздно, это то, что всему можно научиться. Всему. Когда мы говорим себе, что мне это не дано, или это очень сложно, я не хочу даже вникать. Вот такие фразы, они лимитируют нас, и мы не развиваемся. Мы ставим себе преграду, через которую затем даже не пытаемся никак перепрыгивать. А зачем? Мы себя уже ограничили. К сожалению, мне свойственно такое мышление. Людям, я вижу, в своем окружении свойственно такое мышление. И, возможно, у него есть какие-то корни, какая-то основа. Но если попытаться, попытаться прожить хотя бы несколько дней с установкой мышления роста, что я могу это изучить, я могу это понять, поверьте, вы обретете силу. И я понимаю, что есть очень сложные темы. Там, не знаю, квантовая физика, к примеру, возьмем, да. Казалось бы, боже, какой дремучий лес. Но если начинать с мелких таких, маленьких шажков, ступеней, как, к примеру, энциклопедии для детей, там, шестилетнего возраста, физики, вы начинаете нарабатывать этот фундамент. Затем вы переходите на учебники, там, старших классов. Вы их уже можете понимать лучше. И в какой-то момент вы можете, там, не знаю, открыть книгу Стивена Хокинса. И так, о, я, в принципе, могу почитать, я могу понимать. Это все вот такая градация знаний. Это никогда не все, я все знаю, или все, ему это все дано, и он просто вообще супер, как все знает. Это постепенное приобретение навыков. И мне бы хотелось, чтобы у меня это было развито, чтобы у вас это было развито. Вот это мышление называется Goat Mindset. Что все можно изучить, что все возможно понять, если, конечно, есть своя цена, если приложить усилия, внимание и время. Верьте в себя. Следующий урок, и я буду переходить на более конкретные примеры, чтобы не было вот такой абстракции. Абстракцию сложнее понимать. Этот урок я назову как копилка знаний. Немножечко, да, связанно с предыдущим уроком. Такая ситуация. Вот вы что-то учите, вы поставили себе цель, там, не знаю, вы учите английский язык, и вы каждый день отводите время, вы занимаетесь, вы стараетесь. Вам кажется, что... Ёлки-палки, ну я же столько времени уделила, я же-то должен уже заговорить, к примеру. А затем вы там смотрите сериал и понимаете через слово, вам становится обидно. У вас просыпается самокритик, который просто неумолимо вас топчет. Ах, какой ты ленивый, ах, какой ты ограниченный. Возможно, вам это знакомо. Если вам это не знакомо, поздравляю. Вам, наверное, проще жить у себя в голове. Но если у вас есть этот самокритик, вы понимаете, да, что, ну я мог бы получше, но почему же так? Почему нет вот результата на лицо и сразу? И я поняла, что да, не всегда есть результат на лицо и сразу. Надо запастись терпением. И я для себя вывела такой концепт, как копилка знаний. Даже если результата сразу не видно, ваши уроки, ваши занятия, тот опыт, который вы приобретаете, он откладывается по чуть-чуть, как монетка за монеткой. И в какой-то момент вы можете спокойно начать смотреть, не знаю, там сериал «Друзья» и понимать уже спокойно. Приведу конкретный пример. У меня так случилось с испанским языком. Я его учила, но мне казалось, что он у меня очень медленно развивается. Я жила тогда в Барселоне, и у меня знакомые, там наши украинцы, русские говорили на испанском. Я тем не менее больше проводила времени с людьми там с других стран, поэтому язык коммуникации был английский, и испанский особо не практиковала. И мне казалось, что я его не особо и понимаю. Да, там дуолинго сидела, там подкасты слушала. Ну, как-то так. Не было такого прям результата, чтобы я могла сказать, да, я даже понимаю испанский язык. Этого не было. С тем я поехала в Южную Америку, и в какой-то момент возникла такая ситуация. Или я иду на экскурсию по Буэнос-Айрес на испанском языке, или я не иду на экскурсию вообще. Там что-то не было на английском. И я думаю, ну, лучше уж какая-то, чем никакая экскурсия, и пошла на испанском заслушать. И на мое удивление, в какой-то момент я осознала, что я понимаю гида без проблем. Я все понимаю, что он говорит. Хотя, как так? Я же вроде не знаю испанский язык. А потом переосмыслила и подумала, нет, ну, я же хотя бы понимаю, понимаю толково. Так что есть такое понятие, как копилка знаний. И другой пример, связанный и с предыдущим уроком, о том, что всему можно научиться и про копилку знаний. В этом году у меня выдался такой проект. Мой друг, преподаватель экономики в французском университете, получил возможность публикации его работы, его книги на американском рынке с американским издателем. Для него это был новый опыт, переводить свою книгу на английский язык, с французского, и мыслить несколько иначе для американского рынка, чем ежели бы он работал с уже известным ему французским менталитетом. И он доверил мне правку своего труда, и когда я открыла этот манускрипт на тему неолиберализма, я говорю, что политика, экономика, и я немножечко так, по разные стороны. Я не очень интересуюсь этими темами, у меня поверхностное знание в них. Но тем не менее, я открываю манускрипт, я начинаю читать, вносить правки, и когда работа была завершена, мною было внесено, я уже чётко не скажу, ну, где-то более 16 тысяч правок, такая была круглая цифра, там книга 60 тысяч слов, я отправляю её своему другу, и в ответ получаю, что да, это как раз то, что мне надо было, что не только правки касались английского языка, там, грамматики, а и смыслового наполнения, какие-то противоречия, несостыковки. Я также предлагала, как человек, не сведущий в теме, как лучше бы этот концепт объяснить, показать, какие бы иллюстрации включить. И мне настолько было приятно, когда я получаю этот манускрипт уже от американского издательства, и вижу, что это всё было внесено, и правки после меня, которые были сделаны корректором уже того издательства, их очень, я бы даже сказала, мало, и тем не менее, затем снова этого корректора мы корректировали, потому что там уже были такие мелочи, как пробелок где-то не было, или скобки где-то не хватало. Возвращаясь к уроку о заботе не их имя на обложке, поэтому им, этим издателям, конечно, важно, чтобы текст был более-менее приемлемый, да, логичный, но тем не менее, вот такие мелочи, карикатуры, они себе допустили, и я помню, вот мой друг француз мне написал, как так? Я говорю, спокойно, это твоё имя на обложке, это не их имя, они не будут так вкалывать. Я серьёзно подошла к вопросу, потому что, во-первых, для меня это было как челлендж, как мне бросили вызов, мне это было очень интересно, и я всё-таки и друг, и мне само это, моё имя тоже будет в книге, поэтому, ну, как-то я серьёзно к этому отнеслась, я понимала, что мне это интересно, и я выложусь, а другие люди не обязательно будут так выкладываться. Но книга сделана, и урок о том, что копилка знаний подтвердил себя, казалось бы, мне какой-то момент раньше, что я английский не знаю, зачитать какие-то манускрипты о неолиберализме на английском языке, и кто я такая, и как я это могу сделать. В итоге я это сделала, я могу сказать, что я собой горжусь, и это не потому, что там я какая-то особенная, нет, это потому, что я просто шаг за шагом в свою копилочку знаний вкладывала знания и английского языка, и просто такого более-менее ясного мышления логического, что мне помогло сделать такой вот проект в этом году. Следующий урок касается упорства. Я вижу в комментариях такие фразы, как «У тебя так мало подписчиков», и я вспоминаю, как год назад я еле-еле насобирала, помню, там за несколько месяцев 100 подписчиков, и тогда для меня это уже было такой победой, но тем не менее я себе дала такую установку, не знаю, откуда она взялась, но я просто себе сказала, публикуешь 100 видео, если за вот этот период, пока ты публикуешь их, и после 100 видео все равно интереса нет, все равно ты не набираешь тысячи подписчиков, тогда окей, можешь закругляться, но если такие ты видишь, что есть интерес, тогда и продолжай. И я помню, что порой были моменты, когда казалось, ну кому это надо, ну там 100 просмотров у видео, которые ты там записывал и монтировал часами, смысл. Но, тем не менее, у меня была эта установка про 100 видео, поэтому даже если я там сама себя отговаривала, тем не менее, я возвращалась к этой установке и ей следовала. И в итоге, после 60 с чем-то опубликованных видео, я тогда только и набрала тысячи подписчиков. И я шучу, что мой YouTube канал, это как ребенок для меня, потому что от момента запуска до момента получения тысячи подписчиков и возможности монетизации у меня ушло 9 месяцев, ровно 9 месяцев. и возможно это очень долго, я уж не знаю, но я себе отдавала отчет, что у меня у канала не будет хайповых тем, у меня не будет таких каких-то виральных видео, потому что мне, ну возможно, это не мое, мне не интересно об этом вещать, а возможно, я просто еще к этому не пришла, не знаю. Но я понимала, что мой канал будет расти медленно, но с упорством я верила, что я смогу получить вот тысячи подписчиков, у меня будет аудитория, которые мои знания будут полезны. И так и произошло. Кто-то может сказать, что тем не менее у тебя ничего нет и ты вообще никто, а кто-то, надеюсь, сможет посмотреть на эту ситуацию и понять, что успех за ночь это скорее исключение, чем правило, а правило это труд и упорство. Следующие уроки это уроки, которые могут быть восприняты с негодованием даже. Но я делюсь своим мнением, и даже если оно вам не понравится, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Поэтому вы остаетесь при своем мнении, можете им делиться в комментариях. Этот урок я назвала, как мы, люди, очень плохо понимаем числа. Что имеется в виду? Кризис пандемии, ковид, показал, насколько мы, люди, все-таки нерациональные существа, насколько нами легко манипулировать, насколько мы подаемся панике, насколько страхи, эмоции превалируют над рациональностью, над здравым разумом. Можно винить и, наверное, заслужена медиа в рассеивании паники, в том, насколько недостоверно преподносится информация, раздувается там какая-то ситуация или история какой-то семьи в такой большой клубок, а конкретика уходит на второй план. И это, на самом деле, это страшно, потому что, потому что мы-то все на это ведемся. Я не буду говорить, что я там не эмоциональный человек, конечно же, очень страшно. Смерть, она есть, это неотъемлемая часть жизни, и страшно, особенно, когда умирают не просто кто-то, какие-то цифры, а люди, которых вы знаете, или там они страдают от этого заболевания. Но, если посмотреть на глобальную картину, мне хотелось бы, наверное, чтобы реакция была больше, какая заболеваемость, какой уровень коэффициент смертности, потому что, по сути, вирус, который сейчас в нашей жизни, его можно расценивать как естественный отбор. И до того, как ученые изобертали вакцины, тот же пенициллин в свое время, люди умирали. И это часть нашего существования. Насколько бы страшной она ни была, ее нельзя отрицать. Но, когда при этом медиа запугивает людей, неправильно показывая данные, к примеру, мы, наверное, вы тоже об этом задумывались, знаете, что есть понятие, как умер с COVID, умер от COVID, и насколько разнятся эти показатели. Или, когда Трамп шутил, Дональд, что в США почему так много заболеваемых, потому что много тестов. Но в этом есть своя правда. В каких-то странах, где больше тестов, мы видим больше заболеваемых, потому что многие, мы даже не знаем цифры, мы понятия не имеем, сколько людей носят в себе вирус, не зная об этом, без симптомники. И вместо того, чтобы хоть как-то постараться проанализировать данные, мы просто идем на поводу у страха, у паники. Я, когда кризис начался в марте, в моем случае начался в марте, я уже не знаю, возможно, вы там узнали о нем в феврале, я была не сильно следующая, узнала в марте. Я помню, что первым делом, что я сделала тогда, я зашла на сайт статистики, тогда в основном Китай был областью заражения, и смотрела, сколько заболеваемых, сколько умерших, какой процент коэффициент смертности. Понимать, потому что, ну, на тот момент мне это было важнее всего, понимать, насколько опасен вирус. И сейчас уже, когда прошел практический год, мы понимаем, что вирус не настолько опасен в плане смертности, да, он опасен, и сейчас, если посмотреть по данным, привносит больше всего количество смертей в США, примерно его долю приходится. Но если смотреть глобально на все показатели, не так уж он и страшен. Но это мое мнение, и моя боль, наверное, насколько мы все плохо понимаем цифры. Другой момент, связанный с цифрами, а точнее с абстрактным мышлением, насколько сложно нам, людям, понимать, все графики в основном просто показывали линейный рост, когда идет увеличение с одинаковой скоростью. И хотя возникали такие и заголовки, и информация об экспоненциальном росте, тем не менее, его тяжело себе представить, тяжело понять нам. Мы при всем таком своем знании ничего не знаем. Это, кстати, будет мой следующий урок, тоже связанный с COVID. Он это показал, и вообще, такой силосовский, что никто ничего не знает. Когда мы были детьми, мы смотрели на своих родителей и отдавали им вот эту дань, веру, что они-то знают, если какая-то проблема, они разрешат ситуацию. А затем мы вырастаем, и что происходит? И мы понимаем, что все оперируют, скажем так, на догадках. Да, в какой-то области есть больше опыта, чем в другой, но тем не менее, всего мы не знаем, многого не знаем. И COVID показал, насколько непросто мы все народ мало знаем, а насколько даже верхушка, те, кто у власти, на высших ступенях, насколько они мало знают. Конечно, есть спектр людей, которые будут говорить о теории заговора, и это мне напоминает немножечко религию. Знаете, когда люди верят в Бога, и я не говорю, что это там Бога, нет, у каждого свое видение, мой посыл здесь, что вы отдаете свою власть чему-то высшему. Вы говорите, что вот есть Бог, он все решит. Такая надежда есть, да, на справедливость, какую-никакую, на разрешение проблемы. То есть не вы ответственны, а всегда есть кто-то выше ответственен за вас. И тоже с властью, да, окей, мы не знаем, но есть же теория заговора, это там вирус был распространен кем-то таким могущественным. И когда мы так мыслим, мы отдаем свою власть кому-то абстрактному там. Мы делаем себя меньше, слабее, а кого-то там более могущественным, более сильным. А в итоге что? Если мы сейчас посмотрим, и я знаю, много уже мемов было на эту тему, вы, наверное, сами смеялись сквозь слезы на все эти внедряемые и меняющиеся правила, на ограничения, насколько они противоречат друг другу, насколько они просто, назовем вещи своими именами, бестолковые. Но тем не менее, вы отдаете эту власть людям, вы считаете, что вы ничего не можете, что они знают лучше. Но ничего лучше они не знают. И это тоже часть жизни. Это надо принять, что все мы оперируем на недостатки информации, что все мы действуем согласно предрассудкам, согласно иррациональным страхам. Это часть нашей человеческой натуры. Мы всегда будем оперировать в темноте, при не стопроцентной информированности. И когда вы принимаете это, это немножко страшно, наверное, понимать, что ты никогда ничего не знаешь. Но с другой стороны, мы все в одной лодке, мы все вот так ничего не знаем. Но когда вы это принимаете, вы хотя бы пытаетесь мыслить самостоятельно, вы хотя бы пытаетесь анализировать за себя. И сейчас многое не ясно. И говорить о том, что кто-то делает что-то правильно, кто-то делает что-то неправильно, было бы преждевременным. И давайте не забывать, что даже когда кризис пройдет, и, возможно, мы узнаем более полную картину, и, возможно, надеюсь, более четкие данные, тем не менее, говорить о том, что, а вот это было бы оптимальным решением, будет уже поздно. Потому что, во-первых, история не любит сослагательного наклонения, а, во-вторых, не забываем, что истории пишутся победителями. Поэтому просто принять факт, что всегда идет искажение информации, всегда мы оперируем в темноте, и поэтому мы должны не лениться и все-таки хотя бы порой пытаться быть активными мыслителями, думать за себя, а не идти на поводу у медиа. И следующий урок, связанный вот тоже с кризисом, который мы все испытываем, про иллюзию свободы, иллюзию безопасности. Я думаю, все мы сейчас испытали, что мы далеко не свободны, если у кого-то оставались какие-то иллюзии. Я думаю, они развенчались. Я скажу так, что свобода, наверное, она полная свобода, она и опасна, наверное, не желательно, чтобы мы там все были прям свободны. Нам нужны лидеры, нам нужны люди, которые мысят лучше, которые понимают ситуацию более глубинно. Все-таки будем честны, у всех у нас разный уровень понимания каких-то ситуаций, знаний в каких-то областях, и это нормально. Но, тем не менее, мы отдаем свою власть, и мы идем на поводу. И сейчас, допустим, в такой ситуации мы не можем просто сказать, все, я не ношу маску, к примеру, я бунтую. Как мы можем, но стоит ли это того? Мы не можем сильно изменить ситуацию. Под мы я имею в виду там просто простой народ, да? Ну, хотя бы понимание того, что, окей, да, это все не очень хорошо, я подумаю о том, как я себя могу обезопасить, как я могу обезопасить свою семью, как я могу более-менее сделать свое завтра более безопасным, более подготовленным, сделать себя более подготовленным к неожиданным сюрпризам завтрашнего дня. Вот такое мышление было бы очень полезно. И говоря о свободе, хочу привести такой пример, когда вирус, пандемия началась, я тогда была на Канарских островах, Испания. И момент, когда я увидела танки на улицах, я увидела военные вертолеты, которые патрулировали остров. Мне сразу пришла такая ассоциация с фашистским прошлым, а у Испании было фашистское прошлое. И пришло понимание, что мы не учимся от истории. Конечно, сравнивать, я не буду сравнить прям фашизм и панику государства, но мы должны понимать, что хорошо, сегодня мы не пошли в любимую кафешку, сегодня нам не разрешили выйти на работу и заработать деньги, на которые мы рассчитывали. Вроде как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, но свобода отнимается, права человека нарушаются, и в некоторых странах они нарушаются кардинально. И я не буду говорить там просто про Индию, допустим, где люди палками били на улицах, а даже о таких развитых странах, как Австралия, я скажу, потому что я была удивлена, насколько жестко правительство подошло к вопросу, насколько они там ввели карантинные условия, слишком уж ограничивающие свободу передвижения, там как-то только в радиусе пяти километров можно было выходить из дома, и до сих пор только так, и если нет, то штраф там двести долларов, если вас поймали за пределами вашего радиуса передвижения. И тем не менее, люди спокойно воспринимают это, ну как спокойно, опять же, кто-то может, как я сейчас на словах, говорить, что это не совсем хорошо, но тем не менее, мы так и живем. Но хотя бы давать себе отчет, что это все-таки не совсем правильно, было бы неплохо. Снова-таки, мой посыл становиться независимыми мыслителями. И не ждать никакого спасителя, знаете, вот фраза с классики спасение утопающих дело самих утопающих. И, кстати, возможно, не все знают, что сама вот эта фраза является пародией на слова Карла Маркса, которые цитировались в советской пропаганде о том, что освобождение рабочих должно быть в руках самих рабочих. Возможно, эти уроки немного грустные, но я еще раз повторюсь, что иллюзия свободы, если она и была когда-то у кого-то, она, наверное, потерпела некоторую встряску, иллюзия безопасности, иллюзия какого-то сильного лидера и вера в закон. Ну, подшатнулись, подшатнулись эти верования. Ну, давайте перейдем к более позитивным урокам. И следующий урок, он называется «Важность здоровья», и он никак не связан с COVID для меня, по крайней мере, потому что я вообще вот сколько себя помню, всегда в первую очередь, когда я кого-то поздравляю с праздниками, всегда говорю о здоровье, желаю крепкого здоровья. Для меня это не пустая фраза, не просто слова, которые, знаете, как заезженная пластинка в поздравительных открытках и в смсках, а для меня это фундамент. Если нет хорошего здоровья, то нет возможности и насосствоваться с жизнью, и там, работать, создавать ценность, ничто не приносит кайф, много только проблем возникает. Поэтому я считаю здоровьем фундамента хорошей жизни. И почему я включаю здоровье как урок в это видео 2020 года, уже всем надоела эта фраза, следить за своим здоровьем, за личной гигиеной. Наверное, потому что она вот сейчас у всех на ушах, и все-таки люди теперь больше прислушиваются к ней. Я бы хотела посоветовать вам, если у вас есть такая привычка, как, знаете, создавать себе новогодние обещания, ставить цели, позаботьтесь о том, чтобы хотя бы одна, несколько были связаны с вашим здоровьем. Потому что ваше здоровье это самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, которая будет приносить самую большую прибыль вам. Ваше физическое и ментальное здоровье, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. И как это сделать, я бы советовала маленькими шажками. Мой пример, я в предыдущем видео упоминала о том, что я каждое утро делаю зарядку. Это уже вошло в привычку. Я не задумываюсь, а делать мне сегодня зарядку или нет. У меня уже дошло до того, что если я не делаю зарядку утром по каким-то причинам экстренным, тогда у меня весь день петлый брикосяк. Мне уже неудобно. Мне как-то вот уже я не в своей шкуре. И когда что-то становится привычкой, тогда эта привычка каждый день благоприятно влияет на вас. И вы не тратите при этом ментальную энергию. Ваша сила воли не практикуется каждый раз, когда вы думаете, а там, выпить мне Кока-Колу или нет. Вы просто не пьете Кока-Колу, вам это уже не интересно, не хочется. И если вот вы думаете, ну как начинать такие привычки вносить в свою жизнь, не надо кардинальных изменений. Допустим, вы там пьете Кока-Колу каждый день, начните с того, что там вместо двух бутылок вы пьете одну, затем там одну каждые два дня, одну каждые три дня. Я знаю здесь знакомого, который успешно смог свести свое потребление пиццы только к тому, что там раз в неделю в определенный день он ест пиццу. Здесь пицца очень популярный вид еды, я бы сказала, один из самых популярных. Все обожают пиццу, ну правда, кто пиццу не любит, да, пицца, это пицца, но тем не менее есть ее каждый день, это мягко говоря не совсем правильно с точки зрения здорового питания. И люди это понимают, но тем не менее привычка, к тому же легкая доступность этой пиццы вести приводит к тому, что люди здесь едят пиццу не просто раз в неделю, а регулярно, там несколько раз в неделю. И вот мой знакомый, который просто обожает пиццу, тем не менее сказал себе, так, я ем пиццу только вот в этот день и все, раз в неделю я отвожу душу, а в другие дни не ем. И больше он уже не задумывается, ой, как хочется там пиццу во вторник, в среду. Он знает, что у него есть свой день, и насколько я понимаю, ему проще теперь. И я советую вам внести вот такие привычки, чтобы и вам было проще, и вашему организму от этого тоже была польза. И плавно переходим к следующему уроку. Я знаю, видео затягивает, но просто столько хочется поделиться. Обычно я не записываю такого формата видео, когда я просто села и говорю вот все, что у меня на уме. Возможно, даже не совсем созревшие мысли, тем не менее, я ими делюсь. И хотелось бы поговорить о важности ритуала. Вот этот урок я так и назову для себя важность ритуала. В моем случае, говоря о культивации привычек, это стала привычкой медитации. Потому что я теперь каждый день стараюсь медитировать, и если раньше я себя заставляла, теперь это просто уже часть ритуала моего ежедневного. И это очень помогает. Когда вы хотите достичь чего-то, хотите установить какие-то привычки, избавиться от каких-то привычек, достичь результата в каких-то сферах, ритуал, порядок, там, расписание, видение своего дня очень помогает. Если раньше я со своим таким, я его называю, wanderlust, так, с тягой к путешествиям, к новизне, смотрела на ритуал, как на что-то обыденное, скучное, с таким, да, негативным окрасом, сейчас я считаю, что наоборот, это же классно, когда есть хоть какая-то почва под ногами, да, пусть искусственно созданная, но она есть. И она помогает, она помогает достигать результатов. Если раньше я там путешествовала, мне надо было, чтобы каждый день были какие-то новые эмоции, там, эту неделю я в этом городе, следующую неделю я в этом городе живу, да, вижу, общаюсь с новыми людьми, вот, мне нужны фейерверки, впечатления каждый день. А затем, когда вот ковид наступил, я так поняла, что я теперь ездить пока буду мало, и как-то мне стало немножко грустно, но я сейчас такой кайф ловлю от того, что есть обыденность, есть дни, схожие на другие дни, которые позволяют планировать, которые позволяют преобразовать вот такую ясность, куда я двигаюсь, потому что путешествия можно рассматривать, с одной стороны, как вау, опыт, там, впечатление, а с другой стороны, как отвлекаловка, как побег, побег от себя, возможно, когда есть ритуал, они помогают обрести вот такое какое-то, возможно, какое-то принятие, силу, в том, чтобы создавать энергию, и ритуалы должны быть, и я себе посоветовала, и вам советую, пересмотрите, что вам нравится, какие ритуалы у вас уже есть, они наверняка есть, если вы живете в одном месте, каждый день вы начинаете более-менее одинаково, и присмотритесь, может быть, вы можете как-то модифицировать, чтобы эти ритуалы приносили больше пользы, и больше приятных эмоций, к примеру, для меня это там хорошая тяжкая чая, когда я там работаю, мне этот и аромат приятен, и вкус, и как-то вот создает впечатление уюта, особенно зимой, также это чтение, я очень люблю читать, если раньше я в основном читала не художественную литературу, потому что мне казалось, что мне достаточно знания получают, и сейчас я вот для себя, как такой ритуал, читаю, стараюсь там каждый день по полчасика, почитать просто даже художественную литературу, отвести душ, что называется, и в преддверии Нового года, для тех из вас, кто тоже, возможно, хотел бы прочесть какую-то книгу, могу посоветовать книгу, которую я закончила вчера, шведского писателя, Фредерика Бакмана, мне он очень нравится, новую книгу он выпустил, которую я советую вам, называется «Тревожные люди», сюжет разворачивается как раз перед Новым годом, и это та книга, которая и заставит вас улыбаться, возможно, даже смеяться, и немножечко взгрустнуть, а может быть даже и пустить слезу, вот мне нравится этот баланс, легкость повесования, и в то же время глубина, потому что если вы хотите что-то прочесть, на мой взгляд, замечательная книга, на нее можно отвести, там буквально, она не такая уж и большая, буквально там три часа, и погрузиться в атмосферу другой страны, и немножечко в новогодние тоже. И тем не менее, в этом видео я не могу не рассказать о путешествиях. Это скорее не урок, это просто то, как я пережила этот год, когда границы стали закрываться, я оказалась на Канарских островах, и не смогла сразу просто так выехать, как планировала, но тем не менее, я благодарна этому году, что была возможность увидеть все эти красоты, природа замечательная. Конечно, я была на острове Тенерифа, и он разный, юг намного более песчаный, чем север, который более зеленый, но тем не менее, этот опыт, опыт просто ходить по пляжам, да, океан, я обожаю мощь воды, взбираться на верхушку вулкана Тейде, вот такие эмоции, мне они очень важны, и когда я вернулась в Канаду, я поняла, что окей, так, сейчас меньше путешествий, и тем не менее, я рада видеть, что и мои друзья, и я, все-таки, не решили себя ограничивать, а открыть для себя такое понятие, как локальный туризм. В моем случае, конечно, был, наверное, несколько, будет звучать несколько так избалованно, но в моем случае, это был, не знаю, Негарский водопад, я снова поехала, я его уже видела, но тем не менее, я обожаю, когда тонны воды падают, и вот это ощущение, этой красоты, конечно, не укажется, там есть Негарский водопад, но найдите то, что вам нравится, там прогулка в парке, в лесу, это так все заряжает, и мне вот, вот эта возможность поесть немножко по Канаде, узнать там какие-то новые места, новые города, для себя открыла, вернуться в те города, в которые была, там, Торонто, Лондон, Лондон, тот, который, the capital of Great Britain, Лондон, который здесь, в провинции Анталия, посмотреть на это все, вот, как просто люди живут, потому что мы себе строим, и люди, что там, где-то за границей, люди живут как-то по-особому, нет, они живут, ну, конечно, немножечко отличаются, но тем не менее, устрой жизни схож, потому что у всех плюс-минус одинаковые потребности и желания, глобально говоря, я из этого повествования сделаю урок, что надо открывать для себя новые места, или даже если вы ходите по тому же парку, по которому вы ходили уже сотни раз, посмотреть на него новым взглядом, увидеть, и вы наверняка увидите многое, потому что наш мозг не может же сразу все воспринимать, там, каждую веточку каждого дерева, но если так с открытым взглядом ходить, то можно новые чудеса для себя им видеть, к примеру, я много видела в живности всякой, там, кроликов, белок, вот у меня здесь у дома каждый вечер приходит пасум, я его кормлю, пасум это по-английски, по-русски опасум, и это как-то мило замечать этих животных, ну я не знаю, может быть я, знаете, как становлюсь такой, какой я становлюсь? Ну, наверное, взрослею, когда мне уже поменьше хочется наружного хайпа, внешнего, там, социальных сетей, каких-то пранков и тиктока, а больше ценностей, такие просто, простые ценности, я уже не знаю. Итак, немножечко подвести некий итог, я в предыдущем видео о Канаде, о Рождестве в Канаде, затронула тему потребительства, потому что люди здесь любят покупать вот материальные товары, объекты, подарки, и если у вас есть вот такая возможность, такое решение между тратой денег, покупки какого-то материального товара или опыта путешествия, все-таки мне кажется, путешествие приносит больше радости, и сейчас вспоминаю уходящий год, я буду вспоминать там карнавал на Канадских островах, я буду вспоминать Тейды, Лора Парк, Ниагарский водопад, вот все-таки опыт, он приносит больше радости, и он длится как-то, вот он заряжает нас дольше, чем просто физические объекты, которые мы быстро привыкаем, которые мы воспринимаем как должные. Вот такие мои уроки, мне интересно услышать от вас, от тех, кто досмотрел до конца, я даже не представляю, наверное, насколько длинным вышло это видео, просто разговоров, но вступайте со мной в диалог, мне будет приятно услышать от тех, кто досмотрел это видео, и надеюсь, какие-то новые мысли я вам привнесла в ваше мышление, даже если вы с ними не согласны, знаете, повторяюсь, никто ничего не знает, мы не знаем наверняка ничего, и тем не менее, как-то жить надо, а жить надо через открытость, через улыбки, через любовь, как бы банально это ни звучало. С наступающим вас, побольше вам любви. Спасибо за просмотр, и... Ну, говорить о том, что лайкайте видео только если вам оно понравилось, про то, что подписываетесь на канал, говорить не буду, потому что все-таки это видео не совсем образец материала на моем канале, поэтому подписываться из этого видео я бы не стала, пожалуй. А если интересно, тогда, конечно, лайки, подписки, вся эта маркетинговая чепуха. Спасибо за просмотр и до новых встреч в новом году. С праздником!